Добрый день всем! Совсем недавно я помогала одной моей знакомой девочке готовиться к свадьбе. Я знаю, что она обязательно будет смотреть это видео, поэтому передаю ей огромный привет. Все вот эти события, которые происходили, вдохновили меня на сегодняшний мастер-класс. Он будет посвящен невестам, которые готовятся к свадьбе. В процессе подготовки невестам приходится решать множество задач, в том числе, что же подарить гостям в качестве сувенира, в награду за то, что они участвуют в конкурсе или просто на память. Сегодня я хочу вам предложить очень простой бюджетный вариант. Это мыло. Его вы сможете сделать очень легко, я вам обещаю. И самое главное, своими руками. А это тоже будет очень стильно смотреться на свадьбе. Для приготовления этого сувенира вам понадобится форма. Лучше взять форму сложную, силиконовую, свадебной тематики, потому что они смотрятся наиболее выигрышно. Я сегодня буду использовать силиконовую 3D форму молодожены, то есть куда более свадебная тематика. Вам понадобится прозрачная мыльная основа, у меня производство России, на такое мыло где-то 115 грамм. Стаканчики для работы, спирт для того, чтобы убирать пузырьки с поверхности нашего мыла. Какой-нибудь приятный аромат, он тоже может быть в тему вашей свадьбы, но у меня магнолия. Очень такой приятный нежный цветочный аромат. Лучше взять в качестве базового масла, жирного, что-то очень простое, что будет полезно для всех. Например, масло виноградной косточки. Также понадобится диоксид титана, я его предварительно разбавила в воде. Мы будем окрашивать наше мыло. И сегодня мы будем использовать перламутр. В последние годы очень часто в свадебных темах, в свадебной цветовой гамме используется фиолетовый цвет. Поэтому сегодня мы тоже будем в тренде, так скажем. Итак, давайте ближе к делу начнем. Я растопила мыльную основу. Для этого я поставила ее на одну минуту в микроволновую печь мощность 800. После этого я переливаю прозрачную растопленную мыльную основу в стаканчик. Теперь нам нужно ее обогатить чем-нибудь полезным. Возьмем базовое жирное масло виноградной косточки. Нам понадобится 1 треть чайной ложки. Выливаем в стаканчик и все тщательно размешиваем. После этого нам необходимо нашу основу окрасить в тот цвет, в который мы хотели бы. Берем наш фиолетовый перламутр. Чайную ложку. Берем его на кончике ложечки и высыпаем в наше мыло до конца. И тщательно размешиваем, чтобы не было комочков. Перламутровые красители добавляются непосредственно в мыльную основу. Но вы также предварительно можете растворить этот перламутровый пигмент в базовом масле. Размешиваем, чтобы не было комочков. Вот что у меня здесь получается. Такой красивый перелив. Но свадьба это все-таки такое что-то нежное, какое-то воздушное событие. Поэтому цвет должен быть тоже очень нежным. Для этого мы возьмем диоксид титана. Взбалтываем его. Он у меня растворен на воде. И окрашиваем нашу основу в более светлый оттенок фиолетового. Ну вот уже лучше. Думаю, что можно добавить еще. Вот этот цвет мне уже очень нравится. Давайте на нем остановимся. Теперь нам нужно добавить аромат в наше мыло. Берем одушку. Я использую магнолия. И добавляем в мыльную основу 7 капель. Пахнет очень здорово. Очень нежно. Не советую добавлять много аромата. Дело в том, что вы будете использовать это мыло для того, чтобы дарить его массово. То есть гостям. Кому-то могут не нравиться какие-то резкие запахи, яркие. Поэтому старайтесь всего по минимуму использовать. Тогда точно всем все понравится. Теперь мы сбрызгиваем спиртом, чтобы убрать пузырьки. Берем нашу силиконовую форму молодожену. Она выглядит вот таким образом. Соединяем ее. Это может быть абсолютно любая форма на ваш вкус. Просто желательно, чтобы она подходила по тематику вашей свадьбы. Тогда все будет выглядеть очень стильно. Нам нужно закрепить форму резинками, чтобы основа не пролилась. У нас есть прорези для цветной заливки. И через них может пролиться основа. Резинки нам помогут этого не допустить. И заливаем нашу мыло основу в форму. Залили все в форму. Сбрызгиваем спиртом. И даем мыло остыть в течение полутора-двух часов. После этого будем извлекать его из формы. Наше мыло застыло. Давайте извлекать его из формы. Снимаем резинки. И аккуратненько начинаем нашу форму раздвигать. Вот такой вот результат. Теперь необходимо красиво упаковать. И будет настоящий, очень стильный, красивый свадебный сувенир. Субтитры создавал DimaTorzok